Здравствуйте, это гадание для рака на март 2024 года. Слышите, дорогие раки, пророчество о судьбе. Задавайте картам свои вопросы, получайте ваши ответы. Сначала работа, работа старая, которая есть, работа новая для тех, кто ищет их трудности в работе или проблемы. Старая работа, на которую вы уже каждый день ходите. Семерка, мечи знаменитые, известные, примелькавшиеся даже всем, карта интриг. Интриги в коллективе, раки, актуально это для вашего знамока. Ну так уж повелось, так уж это в астрологической традиции принято, что раки водные люди сами и других провоцируют на эмоции. Поэтому вот что-то такое манипулятивное, что-то интриганское, что-то такое сложное, тайное, запутанное, глубоко эмоциональное, сопутствует ракам всю жизнь и в любом трудовом коллективе. Мы нисколько не удивились. Это все вода в вашем гороскопе так работает. Семерка мечей, карта неискренности, неискренние разговоры, какое-то неискреннее поведение со стороны коллег, заслуживцев, бизнес-партнеров или со стороны начальства. Карта советует вам не доверять безоглядно людям, с которыми вы общаетесь. Если собственный ваш бизнес глаз да глаз пусть будет за контрагентами, например, за клиентами даже, то есть кто-то хочет вас обмануть, да нет. Великого обмана и уж тем более сопряженного вреда здесь нет. Но и не с распахнутой душой люди вокруг. Семерка мечей. Иногда проигрывается довольно-довольно жестко. То есть вас по этой карте могут подставить и по-настоящему подвести. Будьте хитрее, будьте проницательнее, включайте всю вашу эмпатию, интуицию для того, чтобы этих потенциальных злодеев, этих врагов заранее рассмотреть. Ну такое просто предупреждение вы получаете. Смотрите, сама работа может складываться очень даже хорошо. Если вы ищете новую работу, то эта новая работа ищет вас. Смотрите, семерка и шестерка мечей подряд получились. Если отношения не складываются в текущем коллективе, ну никак не удается договориться, то добро пожаловать на новое место. Шестерка, шестерка мечей, дорога. Путешествие за море по старому карта называется. И она действительно описывает людей, которые покидают один берег и устремляются к другому. В нашем случае берег А и берег Б – это работа старая и новая. Карта советует эти перемены. Карта открывает этот путь. Единственное что? Шестерка мечей – карта фатальная. И выбрать самостоятельно вот эту смену работы вам нельзя. Вот такого шанса не предоставлять. Вы можете только согласиться с роком или не согласиться. Но подчиниться все равно придется. То есть смена работы по этой шестерке идет скорее какая-то случайная, без вашего выбора. Вроде бы вы сами не решились еще и еще никуда не собирались. А судьба вас выталкивает на новое место. То есть смена работы очень даже возможна. Пусть она будет. Не сопротивляйтесь. Сопротивление судьбе – это всегда бесполезно. Я надеюсь, вы уже знаете. Будут ли у вас проблемы на работе? Нет. Вот представьте, при том, что карты беспокойные. Одни сплошные мечи, а мечи – значит нервы. Ничего из вышеописанного, вот прям проблемой назвать нельзя. Потому что все это к лучшему. Все равно все это к добру. И четверка жезлов – это денежная карта. То есть в результате этих перемен и даже вот этих чьих-то хитростей, после этих интриг и запутанных клубков в взаимоотношениях на работе, вы выходите на более открытую дорогу и на более хорошие, на лучшие деньги. Поэтому пусть все будет. Беспокойный прогноз, признаю, признаю, на работу. Очень-очень беспокойный. С переменами, с недоверием, с соответствующими страхами. Это да. Далее деньги. С деньгами все то же самое. Старые деньги, новые деньги. Проблемы с деньгами. Деньги, которые уже есть, которые вы зарабатываете, или которые скоплены у вас на счетах с многочисленными, цифры с многочисленными углами. Восьмерка мечей. То есть с деньгами сопряжена, связана скорее какая-то несвобода. Повышенная ответственность, сложный выбор, обещание, необходимость платить по счетам и платить лишнего и без желания. Восьмерка мечей, знаете, это часто расходы неизбежные, но почему-то очень-очень болезненные и трудные. И всегда которые даются с негативом, с тяжкими какими-то такими вот эмоциями. То есть восьмерка мечей. Бедность вам карта это не обещает, представьте. Оно только говорит, что вам много не понравится, как течет ваша финансовая жизнь. Денег-то может быть много. Много. И сделки могут быть выгодны, и поступления какие-то случайные, что-то возвращенных долгов. То есть речь не о деньгах, речь скорее об эмоциях и об обременениях, которые вам эти деньги несут. Знаете, даже если вот хорошая зарплата, привычная, такая хорошая, уверенная, постоянная зарплата есть у человека, но львиную долю этой зарплаты приходится всегда с тяжелым сердцем отдавать. На какие-то вещи вот куда не хочется. Вот это восьмерка мечей. Но неплохо, неплохо. Оптимизировать расходы скорее карты советуют вам. А с доходами, наверное, все хорошо. Но мы здесь, впрочем, не углублялись. Новые деньги. Если вы хотите новых денег, новых заработков, новых сделок, и вообще какую-то, знаете, свежую финансовую струю, например, что такое новые деньги? Это как новая зарплата, если вы работу меняете, так и дополнительная зарплата, если вы параллельно бизнесом каким-то занимаете, или вторую работу находите. Вот что я называю новыми деньгами. В конце концов, полученные наследства или выигрыши, вот и это тоже новые деньги. Здесь персона. Все сосредоточено на одном конкретном человеке. Это король кубков. Сам он не кажется надежным или даже богатым. Но этот человек, который многое-многое решает или решает все. Это может быть и потенциальный работодатель, который вот на эту вторую работу вас принимает, а может и не принимает на новую работу. Это может быть и какой-то клиент-покупатель для вашей квартиры, который тоже не держит слова, исчезает, и вообще непонятно, что он хочет. То есть все, что связано с новыми деньгами, вы прекрасно для себя понимаете, что за новые деньги марта вы ждете, какие есть. Все это слишком завязано на одном человеке, на одной персоне, что само по себе плохо. Но хуже еще, что этот человек ненадежный. Иногда он даже с трудными привычками. То есть все очень слишком зыбко, или, как говорят в народе, писано вилами по воде. Появляется такой портрет, появляется новый человек, который обещает золотые горы. Выгодную сделку провернуть, это может быть брокер какой-то, управляющий для денег, для ваших, какой-то посредник сделки. Человек, который очень много обещает, но мало может выполнить. Бояться его или избегать. Скорее всего, да, бояться и избегать. Но, видите, как? Зыбко. Неплохо, но зыбко для новых денег. Проблемы с деньгами у вас могут возникнуть, как это ни странно, из-за праздности или из-за любви. Хотя сказать, как ни странно, из-за любви. Видите, девятка кубков. Очень эмоциональная, хорошая эмоциональная карта. Очень чувственная, легкомысленная и безответственная. То есть, у вас будут проблемы с деньгами, если, далее, допустите, импульсивные траты, импульсивные покупки, или еще что хуже, да, вообще недопустимы какие-то импульсивные, очень настроенческие инвестиции. Если вот вы послушаете этого короля кубков, такого сладкоголосого, велеречивого, да, и отдадите ему деньги. Неважно, в каком качестве, и неважно, для чего у вас будут проблемы с деньгами. Из-за симпатии, из-за любви, как следствие, из-за легкомысля, а с другими людьми. Неплохие карты, но мечи и кубки. Самих по себе денег нет, и даже жезлов нет, то есть момента делания этих денег. Очень эмоциональная история, с деньгами связаны разговоры и чувства, как легко догадаться, это не очень правильно. Это разные энергии, это разные области, вселенные даже, области наших желаний. Но у вас это все сливается, вы идите, плавно переходим. Вот такие бы, эти бы карты, ну, хотя бы на любовь выпали. Тогда это было бы уместно, понятно. Они на деньги вам выпадают. А вот сейчас про любовь мы погадаем. Итак, рак и любовь, Марти. Старая любовь. Новая любовь. И проблемы, проблемы или трудности в любви. Сложная карта, но сложная карта. Попадают и прям разбираться и разбираться. Если у вас есть уже любимый человек, например, муж, жена, жених, невеста, если вы уже сделали свой романтический выбор и спрашиваете про конкретного человека, то нет, тройка мечей, да, говорит, нет, ваши отношения не поменяются к лучшему. И старые проблемы, все, что вас тревожит в союзе, в партнерстве, все, что вас тревожит сегодня, все это в марте очень благополучно продолжится. Тройка мечей называется старые печали. Такое, видите, изображают на ней пронзенное сердце или разбитое сердце. Но это разбитое сердце, которое никто не лечил. Это измена, за которую никто не извинился. Это обида, которую никто не попробовал исчерпать или закрыть. То есть, такая история, ну, знаете, что хорошего? Тройка мечей. Нет новостей дурных. Вот так, наверное, это лучший прогноз. Нет дурных новостей в вашем партнерстве. То есть, вот все держится, в принципе, на прежней паре. В лучшую сторону не двигаются отношения, но и новых сюрпризов никто вам не преподносит. Ну, ладно, пусть так и будет. Если вы ищете... А что вам советуют-то тройка мечей? Кстати, карта очень советующая, как и многие же вторые, особенно младшие арканы. Тройка мечей вам советует... Ну, в первую очередь, перестроиться самостоятельно. То есть, не верить этим старым печалям, забыть былое, кто старое помянет, да, не поминать старое, отчиститься, посмотреть какими-то свежими глазами, простить, в конце концов, примириться с любимым человеком. то есть, нужно такое обновление, нужны вот эти вот новые взгляды, новые взгляды, вот, нужны от вас, от вас. Если вас не будут терзать старые печали, старые печали, да, то и никого не будут терзать. Все с вас начинается с вашего сердечка, которое почему-то подразбитое, вы себя обиженно чувствуете. Новое знакомство вы можете организовать себе сам. Посмотрите, королева кубков, это прям ваш портрет. Женщина водная, женщина любящая. Вот новые знакомства. Проявить инициативу, пожалуй, карты говорят, что вы можете влюбиться. Для вас прям даже не можете, а даже где-то в пространстве, в просторах этого марта для вас лежит новое чувство, новая любовь. То есть, вы кого-то полюбите, влюбитесь. Ну, уместно. Уместно, в марте все влюбляются, весна, птички и так далее. Это все понятно. Но, вы же здесь одна, да, королева кубков. Это же не двойка кубков, не девятка кубков. То есть, вопрос о взаимности. Вы можете полюбить, а вот полюбит ли вас, мы не знаем. Но тоже, карты, я тоже, мы не рекомендуем сильно на этом зацикливаться и сильно этого бояться. В конце концов, важны всегда ваши чувства, заполненность вашего сердца. Поэтому, да, новая любовь где-то в этом марте вас подстерегает, а о взаимности, о продолжении, о продуктивности. Это уже, наверное, какие-то другие вопросы. Это к апрелю вот у нас опросы. Проблема в любви, у рака, есть они или нет? Ну, какая-то недостижимость. Видите, жрица. Два женских портрета. Вот она, новая любовь, вот она, да, и проблема в любви. Женщина со своей, с ее чувствами, это ваш портрет. Женщина с чувствами и чувства эти платонические, то есть они не находят выхода. Вполне возможно, что в этом марте вас, дорогие женщины, раки, ждет вот такая вот любовь, которая не находит выхода, не находит реализации какой-то такой вот объективной. То есть любовь есть, чувства ваши есть, но вам остается только, вы на дистанции, приблизиться к человеку, затеять этот роман вы не можете. Вам остается только вечером читать книжки, любовные романы, предаваться каким-то вот таким вот мечтам. Поэтому и да, и нет. И хороший прогноз, и плохой. Хороший, если вы ждете любви и цените свои чувства, плохой, если вам нужно что-то более энергичное. Потому что вот отношений новых, именно отношений, свиданий, писем, поездок, признаний, карты не обещают, обещают любовь для вас. Но такие периоды и такие чувства тоже нужно уметь выживать. Вот такое вот гадание для рака на март. Спасибо, что вы со мной. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok